Где она лежала, и всё. А в чём потирать? Ты не подумал вообще. Нет, ну я выбегал, что лошадь. В PUBG та же самая тема. Ну ладно. Они вроде начинают уже. Хавк случайный выбор. Стоп-стоп-стоп. Какое? Гоу-гоу. Альянс поставил. Отлично. Там X-Lord отлетел. От кого? От Спирали. Ну сейчас я посмотрю. О, ну Спирали вообще. Молодец. Это мой ученик. Спираль. До него мы ещё дойдём. Он ждёт в полуфинале. Отлично. Расскажешь. Вообще ТС очень подходит для такого стиля андедовского. Типа поставить базу, а потом сидеть и отбиваться до Некровагона. Потому что Некровагона — это штука такая... Там Next Imperator зовёт, и мистер Виннер говорит. Видел. Всё, ребята уже. Ну Фуфан хоть пусть сыграют. Ну, главное обоим не выходить в один и тот же момент, а то совсем игры не будет. Да. Яндек пишет. Надо же собственное производство бумаги открывать. Ну ты чего? Ну теоретически да, Миш. Сейчас с биржи все упали. Берётся денежка. Давай с Good Game. Через PayPal мне скинь чуть-чуть, Миш. И я покупаю акции на завод туалетной бумаги. Продаю эту туалетную бумагу. Я отзываю. Платёж? Да. Но... Ладно, всё садей. Но фишку надо продумать. Да, есть, конечно. Возможности в современном мире интересные. Что-нибудь можно придумать. Привет, Арктонс. Привет, Арктонс. Ещё раз привет Яндеку. Всем-всем-всем чатики. Большой привет. Хорошего настроения. Сегодня среда и седьмой турнир серии Cheese Cup. Идёт весело. Кстати, этот турнир... Даже... Ну, не даже, а он в Германии. Очень его хорошо уже начинают пиарить. Мне что нравится на Фейсбуке. Там немецкие игроки. Там Back to Warcraft пиарит. Так что... К успеху идёт. Нормально. Да. Да, и видишь, Императора не стало. У нас вакансия открылась новая для Императора. Надо будет посмотреть, кто по результатам первых турниров будет чемпионить. Вот. Сложно, конечно. Сложно. Но нам нужен новый герой. Да. В это время... Дредморд. Кстати, да. Это нычка. Это нычка, точно. Он просто играл на ТСе против Эльфа. Тоже мне кровогоны. Играл через Деку. Он там Эльфа не знал, как реагировать ещё. Ну, неважно, короче. Не в этом смысле. Но играл через Деку. Тоже на ТСе. А тут Дейл. Дредлорд. Это будет очень интересно. Я думаю, что Хавк вообще в курсе, как играет ТГВ сейчас. А Калит пытается. Да, да, да. Ты комментируй, комментируй. Да. Мишань, но... Ой, смотри, Калит чуть не успел. Убить элементаля, блин. У него 9-10 амага. Он сделал на один меньше. Ну, это, конечно... Как это? Спекуляция. Ой, пошла нычка снизу. Смотри. А Дредлорда сразу ставит... Зигурат. Прям первое, что он сделал. Алтарь продал. Да. Ой, шикарнейший девайс. На Дредлорде. Это лучше для Дредлорда, да. Да, и он будет вторым делать не ауру. Да, это сварм. Скорее всего, сварм. Да, и на пристоп хорошо разваливать. Там все хорошо разваливать. Для Дредлорда амулет это как МК. Представляете, вы играете в первую МК. Это даже лучше. Ну, может быть, да. Нет, ну так же. По сути, оба странжевика у обы... Да, но слип они, по-моему, сделали... Он стоит сейчас 60 или 70 маны. Раньше, что он сотеньку стоил. С первой раньше стоило 100, потом 75-50. Сейчас вроде они сделали градацию по десятке. Типа 7, 60-50. Ну, как-то так. Вот, ну, то есть он подешевле, но... В это время хавка так будет. Подбежали Гули. Зигурат пошел. И Рука, точнее. Но там есть тролль, понимаешь? Он не может просто так взять, заслипать и быть уверенным... Ну, надо слипать тролля. Первым. Вау! Это же... Нифига себе тюму вы какие! Реально, первого тролля слипишь... И съедаешь вообще на халяву. Да. Ты же в курсе, ты в курсе. Потому что после слипа у тебя где-то 3 секунды есть. Да-да-да. Так какие 3 секунды? Там только одна полная секунда. Но... Да-да-да. Ты же не можешь прям после этого... А почему... А, там не было маны на диспл! Ооо! Окружает практически идеально просто... Мистер Винера, я хотел сказать. Сейчас дреддлорд, смотри, дреддлорд подойдет. А, не подойдет. Не, не успел. Но есть еще один слип. Не надо было, он же заморозил был уже. Ну ладно, он на сейф... По сейфову. А там бутылка большая! Гульку спасать! Я не знаю, почему мы... Скелет, скелет влочит! Как? А, еще мана есть! Еще мана есть! Да-да-да. А, кстати, почему он сразу стэп шелся, а не стал слипа ждать? Хм. Да, это можно было подождать. Может, у него тайминговая лавка дома? Нет. Как у всех кумов? Да. Непонятно. Ну, вообще, старт прекрасный. Если бы не амулет, маны бы, возможно, не хватило бы. Точно не хватило бы маны. Так, смотри, Миш, вопрос из чатика. Вива-би. Зачем диспейл, если слип сбивается автоатакой? Ну, объясни ты. Ну, потому что тебе нужно подойти и ударить. А диспейл это рейнджовый. Плюс ты его можешь сделать прям быстро-быстро. Да. Ты выигрываешь минимум одну секунду. Потому что пока ты хочешь атаку прожать, тебе надо подождать, пока непобедимость героя снимется после слипа. Нет, подожди, он не диспейлит неизбеймого героя от слипа. Да, но я имею в виду, тебе все равно надо подождать. Да. И потом взять этого юнита, прожать атакой на героя. Ему надо замахнуться, чтобы проатаковать. Или подбежать еще. Да. То есть ты теряешь минимум одну секунду. Вот этот замах, вот этот весь микроконтроль. А диспейл ты можешь в ту же секунду, когда неуязвимость проходит, задиспейлить на рейнже. Очень важное. Аптейл скинул картинку, не могу ее просто не показать, извините, пожалуйста. Вышел герой, подрали скрипами, пришли все длитры домой, время строить магазин. Все. Это чисто альянс. Причем, они реально же стояли. Хавк понимал, что будут попытки окружения. Понимал, что, возможно, придется уходить на телепорте битым архимагом. Где магазин? Нет магазина. Вот он строил. Нет, он даже не строил. Зигурат. Зигурат построился второй, апгрейднулся. И уже это не прорашишь никак. Там есть тролли и второй герой. Подожди-ка, там и лимита больше. Сварм, сварм, сварм. Третий? На базе он так говорит. Это боль. Ну, надо сейчас как-то отбиться на экспанде. О, это сложно без героя отбиваться. И там еще гуляша одна бегает. Ой. Не, ну, размен идет экономика на нычке против экономики на байк. Да, в конце концов, он же не сможет просто вот очень быстро убить и шахту, и три зигурата. А там сварм еще один прилетает. И у него мана есть на следующий сварм. Да, и башня не готова еще. Башня не готова. Он, конечно, потерял много гулей. Да. Но он просто по времени не успевает. Посмотрим. Хабк отменяет сейчас. О, минус куча рабов. Последнюю ману потратил, да? Сколько осталось рабочих? Раз, два, три, шесть штук. Пять штук. Только на золото. Нерубка стреляет. Но надо от базы отказываться, видимо, от розового муфона. Уже принять этот факт. Да. Хотя бы канцельнуть зигурат. Да, и Хабк отбивается. У него остается несколько рабочих. Минимальное количество. Но пока что он пропушивает экспант. Мана заканчивается у алхимика. Больше лечить не сможет. Ну и нерубки тоже заканчиваются, к сожалению. Да. Эксп не окупился. Надо было продать хотя бы все вот это, что там есть. И в это время ТГВ армию посылает в центр. Скорее всего, он будет сейчас пытаться пропушить мейн. У Хабка-то нету ТП. Но он его купить может теоретически. Да, добыча-то есть, в конце концов. Ой, а на мейне-то нету никакой башни. И ТП нету у Пони. Как бы сейчас не отлететь самому. Да, вот это отлет. Но у него став есть, конечно. Герой назад может портануться. А Магаз выносит. Да, он будет сейчас грейдить вышки и пытаться нанести урон. Но нужно вторую вышку тогда грейдить. Зигурата добавлять на мейне. Что он делает? Он не успевает. Хавк это увидел. И начинает мочить Зигурат. Кули теряются тоже. Но здесь уже все-таки побеждает Хавк. Это Беслф3 или Беслф3? А, Беслф1, конечно же. Турни же такой. Армию игрока атакуют. Да, жалко. Но шансы были. Телепортируется сейчас домой. Попытки отбиться. Есть там 3-4 юнита. Подожди, там не телепорта же. Да, теряйте первое. Там же не телепорта можно попробовать архмага просто тупо фокуснуть. Он фокусит алхимика? Подблочить Акалитов. Сверху, сверху. Да, поздно. Он реально может не выпустить ни одного из героев. Какого? Подблочить надо. Подблочить. Он блочит, блочит. Лечит алхимик на последнюю ману. Финг пытается. Окружает. Нет, не окружает. Лайтнинг щилд. Пытается выйти. И окружает архмага все-таки. Да ладно. Минус АМ. Четвертый дредлорд. Слип, слип, слип. Слип. Там диспл есть? Там диспл нет. Нет. Не, ну в таком рейджей уже можно через атаку его разбудить. Не хватит времени забежать. Слушай, ну шансы 17 лимита какие вообще? Опять выровнялись. Не, 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 не выровнялись, к сожалению. Тут ухавкает денег вагон. Экономика работает. И лимита больше. А, и купил архимага. Да, и деньги ему позволяют. Но четвертый дредлорд. Нельзя забывать об этом. Ну если пятый был. А, и хавка тоже. Да, преимущество все-таки. Но надежда была. Граф Ди говорит, поддерживает, говорит, любопытный факт. ТГВ любит катать на хумах, но считает, что ты их не игреабельными в текущем патче. А хавк жалуется на проблему моча пи с анденами. Вот они и... Ну, все-таки при всем уважении к ТГВ, хавк игрок более высокого тира. То есть у него там и опыт международных турниров. И он не мультирасовый, а играет за одну. Вот, поэтому... Это скорее ТГВ надо что-то придумывать. А, хавк понимает, что надо. Опять минус архимаг! Пока хавк отвлекался на окружение Огра, его архимага... Ну, он уже скорее всего не уйдет отсюда никак. Только экспу надо за архимага получить. А прикинь, сейчас дредлорд до пятого, до шестого еще может докачаться. Да. Там элементария взять справа, надо было до есть. Начало его. Ну, пятый дредлорд очень хорошо, то есть, в масс футов затащить. Да, только маны у нас нет. Нужно... Что он делает? Магаз не достраивается, но он делает выгонит... Что? За что, зачем? Сейчас выгоднее этот обсидианку под такого героя пилить. А, ее игрока атакуют. Хавк идет крип. Да, хавк тут, он недалеко уходит. О, мне кажется, ТГВ не доглядел. И делает Акалито. У него есть... Ааааай. Загад. Ну, он сильно поздно кастовал сварм. Опять выкуплен архимаг в середине баксов. Эй, в середине карты. Нет, ну здесь, конечно, уже... вагонетка вышла с розовой пони понял то что он что-то не так сделал и ставит нычек хочет поставить нычка к нему очень странно ну то есть базу можно в такой ситуации поставить если бы тебя статую бы заказал сейчас не заказывает еще одного колита что зачем зачем еще один околе знаю не знаю сейчас ему точно пригодится на починку разве что ждет магазина ждет бутылки мана выложить обязательно минусуется минусуется крипт выложил пропил весьма настил алхимика честно сфармить а хавка еще проверяет экспант халява не пройдет бедный дредлорд ему без без того же самого деки так тяжело а у тебя алтаря даже нет чтобы деку сделать наконец-то воткнул только поздно сильно поздно воткнул да и тебе вот это один околит который он подостроил не дает и гулинистра не добывая дерево сверху растерялся в общем растерялся тг уже не по плану пошла игра совсем не по плану то есть идея была понятная ставишь экспант и с этой задачей справился а потом максимально стараешься отвлечь противника под дредлордом там со свармом рабочих убиваешь сам быстро и вы зигурат и защищаешь экспорт хорошая тема проверенные вот но возможно ему стоило раньше вернуться то есть бросить определенный момент убивать рабов и поставить задачу отбиться с этими 10 гулями и дредлордом через то же самое окружение например или обсидианка дни выйдет несмотря на все старания колитов дредлорд без маны но почти 5 но почти 5 строится осада будет мортиру ждем устанавливает бойню жердак я лежал где добрый чем михаил а вы тебя как ты же как жизнь молодая и как я скучал по твоему голосу не минутой нет свободно и зайти посмотреть на себя пацанам чести привет о эндердак ты пришел в очень интересный момент заглянили на форум вот почитает если ты любишь скандалы интриги расследования то тебе понравится вот и новости почитай кстати сегодня тоже хорошая новость появилась по фондированию турниров которые проводятся на гг там классно заходи почаще в общем рад тебя видеть я представляю трат лорд минус 200 пички но тут к сожалению уже ничего не сделать и только вопрос времени когда хавк додушит уже шторхмак с аурой присты все перехиливают а в химик фул почти до лимит есть герои лучше достроилась достроилась бойня надо заказать а вот давай финта поставляется он не старается ему слип надо кидать все время когда начинает активе хилить он ману не напасется тогда строили чай пошел смотри убирает когда вагон о как подбочил хорошо его а ведь вагон все-таки он делает да и одна обсидианка здесь бы уже юнитов 5 окупила хилые дикие но слип надо было кидать ему нужно сейчас футмен одному убить который минус минус магас и пытаться на третьем сварме отбиваться но это неважно там без магаса уже без шанса 54 мид на 29 но на самом деле все это неважно потому что победители встречаются с мистером виннером а тут как бы но не просто играют за право по сути выходит выходит кули еще один сварм о какие все красные свиток лечения очень своеобразным здорово стихо стихо привет падает гурька падает фильм это вега пытается в магазине строить хавка это видит это минус без шанс классно что позже сражается до конца шансов нет маны нет мистер виннер против хавка хуман мир